Вместо комфортной городской среды в виде детской площадки и освещенного сквера со скамеечками еще одна многоэтажка во дворе. В такой ситуации могут оказаться жители домов по улице Ахазова и Эльгера. С планами на уплотнительную застройку тесно знакомилась Ольга Пырочкина. Сентябрь 2017 года. Чебоксарские депутаты осматривают двор между двумя домами по улице Ахазова и Эльгера с одинаковым номером 13, который тогда оказался жителем счастливым. Двор попал в федеральную программу формирования комфортной городской среды. И здесь планировали обустроить сквер. Здесь предполагается сквер Ахазова. Люди его сами так назвали. В этом году мы заложили средства для того, чтобы здесь провести, проложить дорожки, обустроить, освещение сделать. Так сквер выглядит сейчас. Благоустройство софинансировали и жители. Это условия программы. В данном случае в размере 6% от стоимости работ. Однако на месте дорожек и березок может появиться двухсекционный высотный дом с подземным гаражом. Дело обстоит так. Раньше это была территория детского сада. Но в 90-х он закрылся, здание выкупили, а землю в аренду города взяла одна коммерческая компания. А затем сдала ее в субаренду печально известной строительной компании Алза, чье имя прославили обманутые дольщики. За 10 лет на данном месте так ничего и не построили. Администрация города решила расторгнуть договор аренды и отдать территорию под благоустройство. Однако суд встал на сторону арендатора. По этому поводу жители провели экстренное собрание. Строители приходили тут, они смотрели тут, ну как это, грунт, каков грунт. Несколько там, в нескольких местах прорыли, посмотрели. Но это было в прошлом году в начале весны. В начале весны. А потом уже к осени сказали, что никакого дома здесь не будет. Сюда уже вложены большие средства. Вот видите, часть была достаточно много сделана. Посмотрите, сколько детей, сколько людей здесь отдыхает, гуляет. И не хотелось бы, чтобы все это пошло под нож экскаватора. Быть может, Алза, у которой нет средств, ничего бы не строила здесь и дальше. Но за время, пока участок простаивал, компания-арендатора заплатила в городскую казну 18 миллионов рублей. И твердо намерена воспользоваться своим правом, пусть и с другим застройщиком. Есть государственная экспертиза. Проект прошел эту государственную экспертизу. Это о чем говорит? Что права рядом живущих граждан в соседних домах не затрагиваются. Кому будет плохо от того, что там появится новый жилой дом, и счастливые новоселы заселятся в свои квартиры. Этот дом запроектирован таким образом, что дворовая территория предусматривает сквер детский с размещением малых форм, архитектурных форм и даже небольшой сцены для проведения каких-то внутриквартальных праздников. Буквально вчера встречались с руководством компании-застройщика, обговорили все моменты и планируем в ближайшее время проводить работу с жителями и находить какие-то компромиссы. Но в любом случае максимально сохраним то благоустройство, которое на сегодняшний день имеется в части малых форм. А протестовывать решение не планируют город? Решение сюда уже вступило в законы сего. Между тем жители не сдаются. Они собирают подписи и надеются на такой же хэппи-энд, как, к примеру, на улице Матезалка. Там, между домами, где сейчас играют дети, собирались построить магазин. Расстояние от стены до стены мы даже замерили шагами. 54-55. Вот только что небольшими женскими шагами на каблуках я померила количество этих самых шагов от стены здания напротив. 55 шагов. Был проведен аукцион, но на данный аукцион никто не заявился. В администрацию города поступила информация о коллективном обращении жителей данного района, который против размещения здесь какого-либо объекта. И в связи с этим главой администрации было принято решение о том, что на данном земельном участке, на данный момент никаких объектов размещать не будем и не планируем. Что касается Ахазова, разрешение на строительство еще не подписано. Так что у домов номер 13 есть шанс остаться счастливыми. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев, Александр Петров. Республика.